Встреча дипломатов США и Кубы после более чем полувекового противостояния была с восторгом встречена в СМИ. Однако двум странам вряд ли будет легко восстановить полномасштабные отношения. «Между США и Кубой существуют глубокие разногласия по многим вопросам». Первый камень преткновения в диалоге США и Кубы – введённое Вашингтоном долгосрочное эмбарго. Кроме того, Куба добивается исключения из американского списка государств, спонсоров терроризма. Вызывает противоречия и то, что США предоставляют особые привилегии кубинским эмигрантам. Наконец, у Вашингтона и Гаваны сильно отличаются представления о правах человека. Белый дом считает, что свобода слова должна распространяться на всех кубинцев. Борьбой за эту идею часто объясняется поддержка, которую США оказывают кубинским диссидентам и революционерам. Куба же, в свою очередь, выражает беспокойство в связи с нарушением прав человека в тюрьме Гуантанамо. У нас разные представления о правах человека. Куба очень обеспокоена уязвимым положением заключённых в Гуантанамо, а также применением пыток. В кубинском обществе такого не происходит. Некоторые аналитики считают, что Америка не может предложить Кубе ничего нового. Может быть, изменилась тактика, но стратегия осталась прежней. Не исключено, что она стала чем-то вроде троянского коня. Более мягкая внешняя политика по отношению Кубе проводится, чтобы ввести в заблуждение. Но намерения свергнуть существующий кубинский режим в ходе контрреволюции остаются неизменными на протяжении последних 50 лет. Американский конгресс до сих пор не прокомментировал, что собирается делать с экономической блокадой, которая за последние десятилетия нанесла кубинской экономике ущерб в триллионы долларов. США снова хотят колонизировать Кубу, вернуть стране статус, в котором она пребывала до 1959 года. Они стремятся превратить ее в подобие Доминиканской республики, Гаити и других стран Карибского бассейна, то есть в неоколонию. Но кубинский народ противостоит этому и не собирается уступать гегемонистским планам США. Субтитры создавал DimaTorzok